Итак, мои дорогие, тема у нас очень серьёзная, очень серьёзная. Она настолько серьёзная, что она занимает тема целую жизнь. Мы с вами... Есть вещи, которые вот сто процентов зависят от нашей головы. Это мозг. И сегодня тема безумно интересная, и читает её сегодня удивительный человек, которого я очень уважаю, потому что его профессионализм меня всегда приводит в состояние вот такого желания с этим человеком общаться. Итак, встречайте. Как сохранить наш мозг мыслящим, трудоспособным, понимающим в 120 лет? Представляете, ребят? Итак, Лиля Козарезова. Встречайте. Да, добрый вечер. Спасибо, Галина Петровна, за такое представление. Я всех тоже поздравляю с наступающими праздниками, с Рождеством, сегодня сочельник. Спасибо вам большое. Наверное, очень актуально. И действительно затронула эту тему, если вы предпочли эту встречу каким-то семейному ужину. Ну, я думаю, что мы сегодня постараемся, потому что действительно сегодня праздничный такой, предпраздничный вечер, и вам хочется побыть с семьёй, потому я постараюсь не умничать очень сильно, а больше эмоционально преподнести, поделиться какими-то результатами и показать, знаете, концептуальный подход. То есть, чтобы у вас не было ощущения, что невозможно решать вопросы, что мозг действительно очень сложно устроен, но семь бед – один ответ. Вот, что я хочу, чтобы вы сегодня вынесли из сегодняшней нашей встречи. Галина Петровна, наверное, давайте приготовьте пока вот видео какое-то. Да, вот я прямо сегодня там одно сняла, была прямо на вызове у человека, у которого сосудистая деменция, ещё там, может, кусочек покажем, да, потому что я действительно очень давно в психиатрии. И то, с чем я сталкиваюсь, это очень-очень много этого. Может, обычным людям это не так сильно видно, но на самом деле практически каждый пожилой человек проходит через ту или иную стадию снижения интеллекта, склероза, церебросклероза. И эти проблемы, они подступают, знаете, так вроде бы незаметно. И потом в один момент кто-то из наших близких, это могут быть родители или бабушки, вдруг превращаются абсолютно в другого человека. Вот сегодня я была на вызове мужчина, который получил там четыре образования, который был ведущим инженером на крупном заводе. И вот он просто превратился, знаете, в такой эмбриончик, причём очень быстро. И такого человека невозможно оставить дома одного. За ним нужно всё время смотреть. И то, с чем я сталкиваюсь, это, знаете, с такими даже трагедиями в семьях или целого клана. Потому что, когда человек очень рад, это бывает 55-60 лет, вдруг вот наступает такая ситуация, когда наступает деменция, и тогда этот пожилой человек нуждается в уходе. И у семьи стоит вопрос, кто будет ухаживать целый день, кто будет рядом сидеть всё время. То есть, во-первых, это очень тяжело морально. Вот, во-вторых, ага, вот, да, да, это прямо сегодняшний день, сегодняшний день. А ему в декабре было, вот, 16 грудня исполнилось 80 лет, он был в больнице, с Машей. 16 дней пролежали. Столько не держат, вообще-то. Врач лежит. А как вас зовут? Доня Тедреевич, великий начальник. Как тебя зовут, спрашивает доктор. Как ваше имя, фамилия? С Машей. А фамилия ваша? С Машей. А с кем живёте? С Кем проживаешь в квартире? Кто с тобой находится? Проживаюсь. Ты сам или с тобой есть кто-то? Ты живёшь в квартире с кем? Жена у тебя есть? Жена, две, 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 две. Ага, ага. Так. Молодец. Ты на пенсии, получаешь пенсию. А какой месяц сейчас или год, знаете? Не, не пенсия. Какой наступил год? Вот недавно. Недавно был Новый год. Хотя мы не отвечали. Прошлый год был... Требе, пожалуйста. Восемьдесят четвёртый. Восемьдесят четвёртый? Нет. Восемьдесят. Нет. Прошлый год был высокосный. Высокосный. Очень покойй год был. Высокосный. Ну, поможет. Две тысячи? не совсем 4 не 4 а если прошлый год 2020 вот прошли волосы костный 2020 этот год какой вот этот вот буквально тут несколько дней тут неделя 2020 а сейчас некий год ты же экономист ты же высшего света институт регуляющие работы включай мозги ну 2020 следующий год какой спасибо и второе на нас сразу покажем чуть-чуть я покажу чтоб люди понимали куда идут от 2 чуть-чуть да вот этот второй лиля сегодня вечером утром сбросила я прям сейчас перекачиваем смотрим того что угасает память не постепенно перестают ухаживать за собой не забывают выключать и дорогие друзья ну вот хочу показать маленькое видео с володей стало вот происходить вот так вот посмотрите это я сейчас подложила ему подушечку и прикрыла сверху одеял вот с этого своего стула вот с этого стула он просто перекатывается на другую сторону как я уже ранее говорила хватается за левый подлокотник правой рукой он дергает ножками туда-сюда туда-сюда поддергивает их вот потому что он не может спокойно их ну как бы на одном месте удерживать вот и вот в таком виде он лежит вот сейчас вот сколько времени ему понадобится полежать я не знаю ну вот это стало последнее время особенно с ним вот и просто покоя например на том же стуле сидеть вот если с утра он еще может посидеть когда я его после завтрака усаживаю вот в это его кресло пластиковое которое отклоняется спинкой очень удобно я ему под ноги стульчик подставляю такую скамеечку вот он какое-то время в нем сидит вот ему это удобно но затем вот во второй половине дня это где-то с пяти часов начинается вот как у многих у других людей другой психоз у больных людей вот рассказывают и в комментарии можно найти в комментариях вот рассказывают что тоже как начинается какое-то определенное время вот их больные начинают урвать на себе что-то то там кричат то в общем психоз такой сильно показывают дорогие друзья но так бывает к сожалению с нашими больными спасибо галина петровна можно готовить пока презентацию мою коротенькую такую то есть вот ну вы теперь представляете вот да как это все выглядит и я хочу сказать те моменты которые усиливают или которые скорее всего приводят к таким состоянием потому что когда уже родственники приходят с такими пациентами спрашивают что можно сделать к сожалению сделать уже ничего особо нельзя единственное что мы делаем с помощью медицинских препаратов это только сделать более удобным человеком уходе потому что очень часто они ночью не спят они очень кричат они пытаются куда-то уходить это не только семье неудобно это же еще и соседи кроме того у них начинаются галлюцинации они кричат что кто-то стоит в комнате они не узнают родственника вот этого которого я сегодня консультировала тоже вот у него бывают периоды когда он не узнает жену вот он говорит что это просто какая-то женщина что я где-то в гостинице что я хочу вернуться домой причем он беспокоится при этом все вот то есть это достаточно такие тяжелые состояния вот но родственники спрашивают а что сделать чтобы у нас такого не было чтобы мы не были потом обузой своим детям и не испытывали вот этого всего то на этапе профилактики да мы можем сделать очень много тем более в коралловом клубе у нас есть концептуальный подход то есть вот это четырех шаговая четырехступенчатая система по и чистить кормить она подходит и для головного мозга тоже вот но головной мозг как собственно и любая система он очень зависит от работы еще других систем то есть особенно важна работа это сердечно-сосудистой системы то есть сосуды на это эндокринная система это эмоциональный фон а это значит кишечник потому что серотонин и вырабатывается на 80 процентов кишечники это инфекции очень многие инфекции просто уже симптомы и снижение интеллектуально-мнестическое кого дают прямо рано то есть сразу после инфекции вот сейчас после ковида те которые люди переболели весной уже сейчас приходят с жалобами на слабость на снижение внимания на бессонницу на раздражительность то есть все это говорит о гибели клеток то есть любые любая патология вот деменция снижение энергетического потенциала они все связаны с тем что гибнут клетки я как-то смотрела научно-популярный фильм как образовываются нейронные связи прямо так это интересно потому что мозг наш на 95 процентов состоит из воды и прямо в этой воде плавают такие как звездочки и вот они плавают потом раз замкнулись и получилась одна связь разорвались плавают плавают раз по-другому вот они сложились прямо как вот знаете помните в детстве такая была вот мы крутили и там стеклышки и они выпадали каждый раз и каждый раз другой рисунок и я думаю боже какая-то богом придуманная система как это нужно сделать так что вот нам нужно что-то вспомнить о чем мы не думали 20 лет и раз эти нейроны поплавали поплавали джип и создали вот какую-то такую нервную цепочку и мы вспомнили что-то то что нам нужно или нам нужно выдать на гора какой-то какую-то мысль или какую-то идею да то есть это представляете сколько нейронов нужно чтобы они в определенном последовательности выстроились да чтобы все эти причинно-следственные связи потому что любое наше действие оно сопровождается целой кучей прогностических таких планов да то есть мы этого не замечаем но даже если мы решили выйти там на базар или у магазин то есть уже мозг автоматически он сразу а какая погода что нужно одеть во сколько нужно выйти а как сделать там это то есть он сразу прогнозирует просто миллионы всяких ситуаций то есть это просто обыденная как бы вещь и потому очень бережно нужно относиться к мозгу и горина петровна включайте презентацию там где ну вот я буквально прямо покажу как развивался мозг и как происходит угасание вот этих нервных функций да 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 вот эта картинка значит вот обратите внимание что сама внутри там есть вот рептильный мозг рептильный мозг это самый древний да да вот то есть он отвечает за инстинкты то есть чтобы покушать чтобы поспать да то есть это самая древняя часть мозга и принципе она остается самая последняя то есть уже вот такие пациенты то есть их интересует только еда то есть ну какие то вот такие жизненно важные функции причем очень часто кстати у них так бывает что у них уже центр насыщения погибает и они все время хотят вот они говорят я хочу кушать я хочу кушать они уйдут на улицу говорят меня не кормят а их ложат в больницу они говорят я вообще сегодня я уже три дня ничего не ел то есть несмотря на то что они уже ели восемь раз потом идет эмоциональный мозг то есть это лимбический мозг и потом уже неокортекс это кора головного мозга да то есть и вот кора головного мозга это вот память это интуитивное всякое такое мышление да и когда начинает стираться память то сначала угасает память на те события которые ближайшие а те которые были в детстве там или где-то в молодости они еще сохраняются человек может не помнить включил он сегодня газ или не включал там или как даже зовут там детей может не вспомнить но он может вспомнить что хлеб и стоил 16 копеек то есть вот такая как бы закономерность идет потом начинают угасать эмоции то есть вот таких пожилых людей у них такое не эмоциональное выражение лица они не могут испытывать искреннюю радость они не могут испытывать печаль горе то есть у них все функции остаются вот на уровне рептильного мозга то есть только все что касается выживания и и каким же образом да то есть каким образом профилактировать что мы можем делать сейчас причем не нужно дожидаться пока начнут нарушаться память или будет какая-то раздражительность или что-то там такое то есть поскольку мой мозг это главный дирижер всего организма потому о нем ну вот я считаю что это ну один из первых таких органов за которым нужно следить более того центральная нервная система в ней больше всего нейронов потому она первая реагирует на всякие скажем дискомфорт или нарушение в организме потому что если в организме например мало кислорода или он зашлакован ну или еще какие-то там вопросы то печень будет молчать там кишки будут молчать то есть у нас во внутренних органах практически нет нервных окончаний потому мы очень поздно люди узнают о том что у них какая-то патология когда она же там бывает знаете там онкология уже четвертой стадии только тогда человек узнает что ну вот пройдет свой диагноз а до того времени вообще ничего даже не подозревает потому что там нет нервных окончаний то есть более самое большое количество нервных окончаний это у нас на коже то есть тактикная чувствительность и нервная система потому как только мы видим что у нас где-то есть что-то раздражительность или замедление внимания или что знаете что это значит что все клетки одновременно уже начали страдать и какой же выход конечно же это кормить и нервная система конечно любит очень да да следующий слайд первое на что бы я обратила внимание это аминокислоты и когда у нас еще был противники это матрица аминокислот матрица аминокислот это продукт который входит все незаменимые аминокислоты да то есть у нас есть всего двадцать восемь аминокислот это как кирпичики да то есть в одной последовательности поставили это одни белки в другой последовательности это другие и все живые существа даже люди от людей отличаются исключительно аминокислотами то есть у нас всех одинаковые минералы одинаковые витамины там ферменты все единственное чем мы отличаемся это белками то есть а белки это вот соотношение вот этих 28 аминокислот. И поскольку все нейрокислоты, то, что передает им само тело нейрона, это все белковые структуры. Потому когда есть все незаменимые аминокислоты, то с них можно синтезировать абсолютно любые белки. Потому что из незаменимых можно сделать даже заменимые. И, честно говоря, у меня были родственники, которые готовы были покупать аминокислоты. И я, честно говоря, была потрясена. Потому что для меня, как для врача, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, ну, это приговор, это не лечится. То на вот этой матрице аминокислот результаты были потрясающие. То есть я видела обратный ход, то есть такое впечатление, что отрастали новые аксоны и дендриты на нейронах. И был даже такой случай, что уже по деменции человек получил первую А-группу, то есть это последняя, причем бессрочно. То есть это считается уже, ну, все. А он ходил с женой в церковь. Она сама отправляла его в село, садила там на автобус, он сам доезжал. Люди, которые его давно знали, вот, и, ну, как бы встречали его в городе, что-то там у него спрашивали, ну, он отвечал, как бы, такими однообразными вопросами, ответами, вот, но они даже не догадывались, что у него деменция, они просто считали, что он, ну, как-то там уставший, или что-то у него настроение, вот таким вот образом. И умер он от соматического заболевания, то есть, ну, там, конечно, нужно отдать должное жене, она очень хорошо за ним ухаживала, и вот она не жалела денег на БАДы наши коралловские. И, ну, вот, как бы, вот у меня такой был случай, потому что, сидя на приеме, по протоколу мы вынуждены работать, и, ну, далеко не все родственники готовы тратить большие деньги, ну, вот, на таких прям пожилых людей. Вот, ну, вот, просто знайте, что аминокислоты – это вообще номер один. Вот, дальше. Покрыты нейроны, полиненасыщенными жирными кислотами, это омега и лицетин. То есть, все оболочки, вот нейроны, они, как провода, сверху укутаны, вот, как изоляции, да, вот точно так же это все милиновая оболочка. То есть, милиновая оболочка синтезируется из лицетина и омеги. Потому это должно быть, ну, у всех, у детей, потому что им нужно хорошо обучаться, у студентов, потому что им нужно сдавать сессии, у среднего возраста, потому что нужно решать жизненные задачи в пожилом возрасте для того, чтобы как можно дольше сохранять свой инфлюкторно-монистический вот этот потенциал. Из минералов. Из минералов мозг очень любит магний, из витаминов любит витамины группы В. Но для того, чтобы это, то есть, вот, знаете, я встречаюсь, и люди говорят, ну, мы магний В6 покупаем, или там, мы омегу кушаем хорошую очень, как бы, давно. Но при этом, вот как-то я же вижу, результатов нет. С чем это связано? Потому что нет концептуального подхода. Вот, кстати, скажу по поводу омеги, потому что очень часто у меня спрашивают, или говорят, ну, я покупаю там в аптеке чуть, ну, как бы, дешевле. Я посмотрела, там и миллиграмм, столько же. Вот, я просто вот хочу, потому что я разбиралась в этом вопросе. Дело в том, что омега, она очень быстро подвергается окислению. То есть на воздухе она очень быстро окисляется и превращается, мало того, что в бесполезную, а даже в вредную. Потому качественная омега, это та, которая, во-первых, только что ее достали, например, из рыбы, причем из рыбы какой-то не той, которая плавала там в акватории нефтяных, там, ну, как бы экологически неблагоприятных, а где-то глубоководная, да, что только что достали эту омегу и прямо немедленно закапсулировали, прямо немедленно. Более того, туда в капсулу, кроме омеги, добавили еще какой-то антиоксидант, например, витамин Е, да, который восстановит ту омегу, которая была окислена в процессе, ну, вот технологического вот этого процесса. Потому именно от этого и зависит цена. То есть крайне, ну, то, что продается не в каксулах, ну, это вообще, не стоит вообще никаких денег на это тратить, потому что это абсолютно бесполезная штука, она стопроцентно окислена-переокислена. Вот. Так вот, для того, чтобы все вот эти питательные вещества хорошо дошли до клеток головного мозга, очень важна микроциркуляция. А в голове самые тонкие капилляры, всего лишь 4 микрона. Это тоньше человеческого волоса. Потому как только сгущается кровь, как только сгущается кровь, как только она становится вязкая, как только на этих сосудах откладываются холестерин или какие-то продукты жизнедеятельности, эти капилляры выключаются из кровообращения. Особенно если у человека есть какая-то стрессовая ситуация или эмоциональный какой-то фон неблагоприятный, сразу же выделяется адреналин, адреналин еще больше спазмирует эти сосуды, и тогда 100% ничего не доходит. Потому очень, просто очень важно вот этот комплексный подход и синергия. То есть, если мы хотим, чтобы вот этот качественный строительный материал доходил до головы, значит, обязательно должен быть магний, который будет снимать спазмы. Обязательно должны быть ферменты, которые будут растворять какие-то отложения на этих сосудах. Ферменты, которые будут уменьшать вязкость, то есть убирать вот эти конгломераты в сосудах. Обязательно должна быть противопаразитарка, потому что любая инфекция особенно вирусная. То есть, вирусы, они практически все нейротропные. Практически все вирусы нейротропные. И как бы, будь то грипп, будь то цитомигаловирус, герпес, то есть все они обладают нейротропным эффектом, нейротоксическим, то есть после которого гибнут клетки. Потому что после любого вируса очень важно отлежаться, очень важно восстанавливаться, то есть дать все строительные материалы, особенно вот сейчас COVID, то есть раз отмирает, на время нюх пропадает. То есть это говорит о том, что поврежден нейрон, который отвечает за это. А это значит, что повредились еще много нейронов. Поэтому сейчас вот если кто-то из ваших родственников переболели, обязательно дайте программу для центральной нервной системы, потому что сразу это может быть незаметно, а это может проявиться через какое-то время. И мне, например, очень нравится наша вот программа Mental Force, вот она у меня, потому что она придумана специалистами, потому что далеко не каждый имеет образование нутрициолога и может разбираться, вот как, в какой пропорции это должно быть, для того, чтобы это была синергия. Так вот, в этой программе уже все продумано. То есть там сделано таким образом, что, например, лецитин, он запускает действие карнитина, то есть туда уже входит омега, туда уже входит таурин, спирулина, в которой находятся, ну, практически все витамины группы В, там, и причем это, знаете, вот как Богом придумано, да, как природа придумана, это самое гармоничное соединение. Туда входит майнсет, то есть это целый прямо такой комплексный продукт, куда входят и витамины группы В, и аминокислоты, и гинкобелоба, которые улучшают приток крови к голове. Туда входят пакетики для воды, да, для того, чтобы кровь была жидкая. Именно потому на этой программе, вот я очень, ну, как бы своему окружению рекомендую, все бывают довольны, бывает даже люди у меня начинают с этой программы, и они говорят, что мы получаем результаты уже прямо первую неделю. Ну, сегодня я просто дам слово людям, которые получили результаты, и, ну, чтобы из первых уст это услышать. Ну, и еще хочу дать некоторые такие советы по образу жизни, да. Значит, тут такие советы, на которые, может, вы бы и не подумали, да, но теперь вы будете, когда знать, вы будете на это обращать внимание и позволять где-то себе такие вещи. То есть, например, полезная лень, ну, что это такое? Это вот иногда просто, знаете, листать журнал вот просто так, да, какой-то там, да, то есть не всегда нужно все время, чтобы у нас было с пользой. То есть для мозга очень важно какие-то такие моменты медитации, да, то есть медитации, или что-то там мы смотрим такое развлекательное, просто листаем журнал. То, что называется у молодежи «втыкать». То есть если у вас есть какие-то такие моменты, не осуждайте себя, знайте, что для мозга это полезно, то есть вот такие переключения. Дальше. Это аскезы и боль. То есть вот когда мы там на калаваде, когда мы убираем еду, когда мы практикуем там раннее просыпание, какие-то физические нагрузки, это тоже идет все в пользу, потому что само удовольствие, да, вот это сладенькое там что-то или вот что-то такое там это, то есть вот удовольствие, оно сжигает дофаминовые рецепторы. Потому, наверное, и традиционно всегда перед вот такими праздниками, Рождество, там перед Пасхой, православной, ну, наверное, в любой культуре всегда есть посты. То есть когда люди ограничивают себя в еде. В каких-то культурах, по-моему, есть даже такое, что там и без сна, и без воды. То есть вот такие аскезы, они очень сильно прочищают мозг, потому практикуйте. Пифагор не брал себя в ученики, да, то есть это великий математик, то есть он брал себе в ученики только тех людей, которые прошли сорокодневное голодание. Представляете? По-другому не брал, по-другому к нему в школу попасть нельзя было. Дальше. Повторяйте себе, убеждайте себе, мне можно, потому что когда мы себе говорим где-то мне нельзя, да, а мы из детства принесли себе очень много вот этих мне нельзя, это тоже как бы блокирует мозг. То есть он начинает воспринимать все как невозможное. То есть чем меньше границ, тем более креативные идеи вы можете рождать, ну, мы можем рождать. Поэтому чаще мозгу разрешайте все. Дальше. Очень полезно иногда мозговой штурм. То есть это кратковьеревременный стресс. То есть для мозга длительный истощающий стресс не полезен, а кратковременный – да. Поэтому тоже как бы не бойтесь, знайте, что это тоже имеет место быть. Дальше. Развивать вот это образование новых связей – это когда окружение. Ну, мы об этом знаем, но я не могу не повторить. То есть окружение единомышленников. То есть если мы находимся в кругу людей, которые в нашей теме, которые занимаются нашей… Ну, у нас одинаковые цели, и они более успешны, да, то есть такое как бы зеркальные нейроны. То есть зеркальные нейроны – то есть это мы зеркалим людей. То есть нам проще повторять чьи-то действия, чье-то, ну, вообще все, да, весь комплекс тех действий, которые человек делает, который успешен именно в нашей отрасли. Вот. Потому то, что мы друг с другом сейчас общаемся, что мы бываем на всяких событиях, это именно то, что очень сильно развивает мозг. И я, когда наблюдаю за многими своими партнерами, я просто вижу, насколько они… Там бывает за 2-3 месяца человек такой совершил прогресс, которого там, ну, 10 лет или 20 лет у него до этого не было. Поэтому ищите тех, кто с результатами и кто с вами в общей теме. Ну, и очень благотворно на нейронные связи влияет благодарность. То есть что мы говорим, как мы говорим, испытываем ли мы эту благодарность. Потому акцентируйте тоже на этом внимание, практикуйте какие-то практики благодарности, тетради благодарности. То есть увидите, как будет меняться ваша жизнь. Вот я, ну, сейчас не веду, ну, хотя нет, веду. Иногда, иногда забываю. То есть я пишу благодарность, ну, вот каждый день, каждый вечер, за какие-то даже моменты такие там. Кто-то меня пропустил в ряду машин, когда я хотела перестроиться в левый ряд. То есть вот даже на это, если мы благодарим за такие мелочи, это тоже благотворно влияет, то есть образуются новые связи, позитивные, которые нам многое разрешают. Вот. Значит, ну, вот тоже такая техника. Я окей, ты окей, мир окей, все окей. Вот. То есть когда мы принимаем себя, когда мы принимаем людей разных, то есть люди просто разные, то есть нет плохих или хороших, то есть все разные. то есть тогда и мир окей. Когда я окей, и ты окей, тогда и мир классный. То есть мир к нам относится. Он же не злой и нехороший, он просто мир. Вот. Но что излучаем, то и получаем. Поэтому как бы избегать осуждения. Вот. Восьмое – это обучаться. То есть любое обучение, любые навыки – это, конечно, образование новых нейронных связей, и, конечно же, тормозит дегенеративные процессы. То есть прочитать, рассказать, пересказать. Вот. Поэтому сегодня вот что-то услышали, да, информации вроде будет много, но у вас останется какой-то, то есть 10%. И постарайтесь кому-то ее пересказать. Не просто я вам дам послушать запись, а пересказать. Дальше. Очень, очень важно спать. Причем ложиться не позже 23.00, потому что соматотропный гормон, который включает восстановление. То есть погибают те клетки, которые больные, какие-то ошметки клеток, и строятся новые. И пик этого как раз 23.00 до 24.00. Смотрите, какая у меня красивая чашечка рождественская. Вот. И физические нагрузки. То есть вот такое, знаете, как быстрая ходьба или бег. Начинают включаться абсолютно другие центры в голове, которые отвечают за движение. И я по себе даже вот как бы обращала внимание, бывает над какой-то проблемой. Вот думаешь, думаешь, какой выход. Все тебе уже, и сон тебе не идет. Ты все время, в любой момент у тебя вот все время мозги зациклены на одной какой-то проблеме. А потом сделал утром пробежку, и вдруг тебя осеняет вообще какая-то просто элементарный такой выход. И думаю, боже, ну как я этого раньше не додумалась. А именно потому, что я уже настолько заездила какой-то очаг в своей голове, что он уже не может ничего выдать, он истощился. А когда я его переключила на двигательные нейроны, у него была возможность восстановиться, вздохнуть, получить дозу кислорода, и он мне раз и выдает результат. Так, что там по времени у нас 19.39. Как раз осталось время для того, чтобы... Я хочу пригласить девочек, которые, ну, расскажут немножечко, буквально, коротко, да, пять минут. Попрошу Люду Мазур. Буквально недавно у нее был прецедент, когда... Людочка Мазур, ты можешь подключиться? Да, да, я тут. О, Люд, прямо вот расскажи, что было, почему, как бы, ты начала использовать программу «Здоровый мозг», на какой день ты получила результат, и, ну, вообще, твое впечатление, потому что ты психолог, профессиональный, да, и что ты можешь, как ты это можешь оценить, все. Ну, так, коротко расскажу. Тоже у бабушки моя страдала деменцией, я на это все смотрела, оно как-то меня впечатляло, а потом в один момент она умерла, потом была череда разных, ну, таких неприятных событий, и я поняла, что у меня уже депрессивное состояние, причем как оно наступило, это тяжело сразу отследить, потому что, ну, никак не отследишь это. Вот. У меня было... Вроде бы мозг соображает все хорошо, а утром просыпаешься, все время такая усталость, как будто ты вообще не спал, и заставить себя что-то делать, то есть какие-то там волевые штуки, они вообще не работают. Невозможно себя заставить что-то делать, и, ну, тогда же я к вам обратилась, и вы меня, в принципе, проконсультировали. Но я на самом деле начала не совсем здорового мозга, я начала делать майнсет, вот это капать по технологии кожевников. Татьяны кожушной, да. А, кожушная, кожушная, да. Вот. И буквально прям с первого дня, как я развела эту капсулу и покапала, я сразу же, ну, наверное, через минут 30 у меня такая вот прям подъем энергии в теле, и я понимаю, что я уже лежать не могу, что это было не так, ты лежишь и встать не можешь, и просто тебя вот прет, и тебе нужно что-то делать. А потом я уже, конечно, подключила там таурин, ну, и куча других разных добавок, активин там для мозга, и тогда я уже начала, увидела вот это улучшение. Ну, в принципе, вот так. И активность, ну, могу сказать так, в теле бывают до сих пор еще такие вот, как будто бы, ну, типа просыпаешься и усталость есть, да. Ну, вот в плане там мыслительных каких-то процессов, я вот все время пью этот Майнцет, активин там, в общем, в течение трех месяцев уже, ну, мозговой центр работает отлично, то есть, читаю прям очень сложные книги с одной терминологией, мозги работают отлично, все по полкам разбирают, то есть, ну, вообще все хорошо. То есть, мыслительные процессы, концентрация внимания, вообще все отлично, ну, ничего, никаких таких процессов, наоборот, улучшение пошло. Спасибо, спасибо большое. Тем более, что у нас есть, как бы, и грифония, да, то есть, это растительный серотонин, который выравнивает эмоциональное состояние, ивнинг, формула, гинкобелоба. Спасибо, Людочка, большое. Привет твоей принцессе, я смотрю, что она прям там с тобой уже в экране. Спасибо большое. Так, еще попрошу Таню Орищенко, тоже у нее была такая ситуация, когда ей нужно было быть собранной, собранной, она, ну, там, несколько ночей не спала, у нее была стрессовая ситуация, то есть, вот знаете, ну, у каждого, может, жизнь продолжается, и все может быть. Танечка, ты здесь? Включи свой микрофончик. Я здесь, я здесь. Да, да, расскажи, пожалуйста, тоже нам. Я, кстати, хочу коснуться пару минут, да, вот, не пару минут, а просто пару секунд, что я тоже здесь в Италии, я в Италии, кстати, кто меня не знает, добрый вечер, вот, и я в Италии работала 14 лет, именно деменция и альгеймер, то есть, я на практике знаю, как проходят все эти заболевания, и перед глазами это проходило, и вот что самое немаловажное, что действительно, вот, в первую очередь, это вода, это вода, то есть, когда критическая ситуация, что делают, подключают капельницу, потом, конечно, в большой дозе магния идет, нужно кровообращение мозговой системы, это точно, это 100%, и вот, я смотрела на человека на полу, у нас немножечко другая система была, подхода к людям этих заболеваний, вот, ну, в принципе, можно, если, и что еще хочу добавить, что да, если бы подключить в этих, в тех, там, где я работала, подключить наши продукты, можно было бы помочь, улучшить состояние однозначно. А что у меня получилось, знаете, у меня был, кто знает, что такое 3-4 тысячи километров в течение двух-трех дней, большой собранности в нагрузке, самостоятельно это передвижение через 5-6 стран, тот меня поймет, насколько это сложно. Со мной, со мной была коробочка, магическая коробочка, не был майнсет, ой, mental force, в том классическом варианте, который мы знаем и видим в офисах продаж, у меня был он в баночках, все эти 7, вернее, 8, с Каралмайном 8 продуктов, они были у меня в баночках, и я не в классической дозе по дороге, а это, опять повторяюсь, 5 стран, это дождь, это горы, это передвижение, это нагрузка, концентрация, все остальное, совершенно спокойно, единственным моим помощником был mental force, то есть набор продуктов, mental force в большой дозировке, в большой однозначно, то есть это стрессовая ситуация, в стрессовой ситуации мы не идем по классике, мы берем в больших дозах, вот, и добавила наша, тут я добавлю, конечно, добавила наше клеточное питание, это были наши коктейли, и это был синерджайзер, то есть вот это все вместе, ребята, 4 дня только на этих продуктах, только на этих продуктах, то есть клеточное питание, я не знаю кухню ни в Словении, не знаю ни в Польше, я не знаю кухни, я не знаю языка, мне нужно было останавливаться, мне нужно было отдыхать, это было только клеточное питание и майндсет, я спокойно просыпалась, я спокойно двигалась дальше, я на протяжении этого пути связывалась с людьми в хорошем настроении, у меня даже был переезд с 3 часов дня до 6 утра без перерыва, и самый тяжелый момент, это вечернее время, когда-то это было, то есть устают глаза, начинает срабатывать нервная система, раздражительность, я совершенно спокойно себя чувствовала на протяжении вечернего, ночного и вплоть до утра, приехала в активном, бодром настроении, случилась еще стрессовая ситуация дома по определенным причинам, и мне не пришлось еще сутки спать, но опять же, благодаря именно продуктам Mental Force, вот этому комплексному подобранному составу, я прекрасно и замечательно себя чувствовала, вот, спасибо. Спасибо, Танечка. То есть я сейчас еще, Света Гетьман, тоже подготовься, потому что я знаю, что твоя мама недавно перенесла инсульт, а инсульт, в принципе, после инсульта люди, как правило, тоже в деменцию сразу уходят, потому что это же перекрыты были сосуды, вот. Я что хочу сказать, что нужно это все заранее, но ты же не знаешь, где упадешь, потому это просто образ жизни, то есть постоянно, то есть для мозга нет продукта, который ему не нужен, потому что даже если что-то там воздействует, ну не знаю, там на эндокринную систему, там на щитовидку, да, а работа мозга зависит от щитовидной железы, если это противопаразитарная программа, то опять-таки я говорила, что инфекция обладает очень мощным нейротоксическим эффектом, тоже это нужно, там, если перепады давления, то есть у гипертоников, они зона риска для инсультов, они зона риска для всякого рода деменции, сосудистая деменция, поэтому все продукты типа вот детокс, детокс плюс, да, это вообще на постоянной основе, то есть это профилактика, это профилактика давления, это профилактика густоты крови, это профилактика налипания вот этого, вот этих токсинов на сосуды, вот, а поскольку в голове самые тонкие капилляры, то они первые будут исключаться из кровообращения. Светочка Гейтман, включи микрофон, если ты есть, расскажи буквально за пять минут, ты, твою историю, историю твоей мамы. Добрый вечер, я сейчас улыбаюсь, потому что у меня есть повод улыбаться. В канун Нового года с мамой случился такой приступ, и как оказалось, это был микроинсульт, я ее чуть не потеряла. Ну, спасли, привезли домой, и тут я понимаю, она все время, да мне вроде бы как лучше, но как-то туман в глазах, и что-то я ничего не помню, ничего не соображаю. А я как раз только прошла коловаду, и сразу же зашла на программу Mental Force. И, ну, вот такая у меня опаска была, я у Лилии Петровны спрашиваю, а что ж воду ей не давать, и как ей, что она, ну, как без воды, конечно, хоть по чуть-чуть давай все. И я тут к Новому году решаюсь, и покупаю маме так же, как бы под елочку, эту программу. Я вам просто не могу передать. Ну, во-первых, я раньше же Омегу-3 пила, и Коралл, и Лицитин, вот, себе для глаз брала другие витамины, скажем, Визи Прайм, а здесь, ну, просто реально сейчас, вот почему концепция здоровья, потому что концепция, должно быть реально оно в комплекте. Таурин, это вообще грин-грин для глаз, я ей дарю, покупаю, я ей сейчас с работы, звоню, мамочка, как ты? Привет, Дотя, все нормально у меня, она все помнит, она все знает, она ровненько ходит. Ну, я просто реально, я, ну, мозги, это точно мозги, здоровый ум, это программа, всем советую. Ну, я счастлива, мама жива, она все помнит, и она, ну, как бы ее не шатает. Я сейчас на третьем этапе, она на втором немножко отстает, потому что я раньше зашла. Мне хочется плакать, реально. Лиля Петровна, все, что вы сказали, вот, и Коралловому клубу, Вива, и концепции здоровья, что в комплексе все. Ну, я сама сейчас даже на школу говорю, ребята, я на мозгах, у меня такие мысли осеняют, такие планы, такие идеи приходят, я начинаю себя ловить на мысли, у меня же на программе мозги умные. Ну, супер просто. Кто еще не проходил, девочки, пожалуйста, попробуйте, увидите результат, бомба. а сейчас опять на коловату захожу, но эта программа необходима. Ну, просто даже рассказать людям, показать себя, полная голова идей. Спасибо за внимание. Спасибо, Светочка. Тут задали вопросы, по какой схеме, как капать майнсет. Значит, это по технологии тоже мы узнали у очень сильного доктора, нутрициолога Татьяны Кожушной. То есть, открывается капсула, ну, вот я делала таким образом, что в чайную ложечку водичку и туда высыпала майнсет. Оно прям так шипит. Потом шприцом без иголочки набираем, вот, ложим человека или себя на ровную поверхность, то есть без подушки, вот, и содержимое вот этого шприца, ну, буквально там несколько капель в одну ноздрю, так, чтобы оно зашло даже в пазухи и потом чуть-чуть в другую. Поскольку там входят такие аминокислоты, которые проходят через гематоэнцефалический барьер, а, кстати, все, что у нас в носу, сосуды, да, они уже соединены с сосудами мозга. Именно потому, кто капает в нос сосудосуживающие капли, знайте, что будут проблемы со зрением и всегда будут спазмы в голове. То есть, все капли в нос, они, ну, сосудосуживающие. Вот, все, что мы капаем в нос, все попадает прямо в мозги. Уже все, уже ничего сделать нельзя. Поэтому вот этот майнсет, то есть, там ходит просто такой классный очень набор аминокислоты, витамины группы В, год укола, гинкобилоба. И, ну, конечно, оно печет, печет. Вот, но выдержать можно. Вот как-то я пробовала, то через три дня уже более-менее. Но пробивает просто. Это действительно эффект бомба. Обратитесь, кто там, ваш спонсор. Есть у нас запись этого эфира. Вы сможете от Татьяны Кожушной прямо услышать этот рецепт. Лесечка Чайковская, может, еще ты поделишься своим результатом использования программы Mental Force? Да, я, конечно, поделюсь, потому что я была в другой стране, жарко, ситуация кобида, все закрыты, и у меня такого обострения, я даже не понимала, что со мной происходит, давление просто ничего не помогало. Вот, и плюс я еще перестала спать, вот, и у меня начались панические атаки, и я начала работать с собой, ну, то есть, как бы там в Ютубе понаходила людей, которые там советовали, что делать, как там с собой справляться, потому что медицина там другая, и когда я приехала в Киев, первое, что я взяла, вот, мне посоветовали Mental Force, вот, я очень верила, что мне это поможет, конечно, я комплексно работала, психологически тоже, но буквально, вы знаете, я выпила там, разделено на три ящичка, значит, я выпила два, и у меня даже еще мансет остался, насколько мне легче стало, это абсолютно другой человек, я вообще просто преклоняюсь перед авторами этой программы, перед теми людьми, которые составили и тем воздействием, которое она на меня оказала, вот, я всем рекомендую ее, и я просто удивилась, насколько качественно сон нормализовался, давление ушло, ну, в смысле, оно стабилизировалось, и я себя почувствовала абсолютно полноценным человеком, который после этого еще закончил сразу же оптом четыре курса дета-хиллинга, то есть я пошла на обучение такое массивное, мозг работал с такой мощностью, я не могла остановиться, вот результат. Спасибо. Леся, сколько раз в день вы капали? Сколько раз? Люда, да? Нет, это я спрашиваю, сколько раз Леся капала? Нет, Леся не капала, она пила манитопрограмму. Я не капала, я пила там, как написано, я не... Это Люда Мазу, дуркапала... Ну, я поняла. А то, думаю, спрашивает Андрей, ну, ясно. Хорошо. Галина Петровна, пока сейчас я пару слов скажу, вы подготовьте, наверное, СТБ, да? Я вас не буду сильно мучить, вы там уже пару слов скажете. Нет, все нормально. Все нормально. Как раз Паркинсона спрашивают. Спрашиваю, да, да. Вот Галина Петровна сейчас поставит маленькие фильмы из СТБ, это ее личная история, вот, а я всем хочу сказать, что, знаете, пока наши родители живы, пока они при своем уме, мы дети. Потому что самое большое, что мы сейчас для них можем сделать, да, вот сейчас идут праздники, будет 8 марта, там всякое. Ну, что нести им эти полотенца какие-то? Что им нанести уже то, что им не нужно? Подарите им кусочек здоровья. Я когда моей маме дарю эти программы, она поначалу говорила, боже, ну зачем ты на меня тратишься? Зачем ты покупаешь вот это все, оно такое дорогущее? Вот. И я всегда отвечала ей одно, мам, это не баночки, это не коробочки, это моя любовь. Ага, включай. Илья, я включаю? Да, 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 я жду. Да. Браво, Лиля, я скажу тогда о ней. Значит, сейчас вы увидите фильм живого человека, это моя мама, у нее болезнь Паркинсона была. Я просто могу потом кое-какие моменты рассказать вам. Да, да. Жива вода. Вона сцилює, уповільнює стариння, повертає радість життя. Здавалося б, ми не завжди ее втратили, замінивши мертвою водою з-під крану. Запахи присмак хлору, шкідливі домішки і ржа пестицили. Усе це ми отримуємо щодня. Як наслідок, повільно, але незворотно занапащаємо здоров'я і скорочуємо життя. Однак не усе так безнадійно. Можна знайти живу воду і сьогодні. Головне, вірит. Жива вода з роду віку даровала сцилення. Потрібно просто знайти цілюще джерело. От этого источника, люди, набиравшие воду, получали сцилення. Сенсаційное відкриття живой воды. Вчені і лікарі стверджують, вже сьогодні оживлена вода повертає хворим втрачене здоров'я. Завтра додасть людині 15 років життя. Унікальну воду, що подовжує життя та додає здоров'я, знайшли випадково. У 40-х роках американський журналіст отримав редакційне завдання – узяти інтерв'ю у найстарішого чоловіка на планеті. Тому було 120 років від народження і почувався він дуже добре. Жив на маленькому острівці Токуносіма, що знаходиться на півдні японську архіпелагу. Коли журналіст прилетів туди, то з подивом побачив, що це справжній острів довгожителів. На вулиці він зустрічав чимало літніх людей, та найбільше вражав їхній вигляд. Зазвичай у такому поважному віці за 80, а тим більше за 90 років. Старі хворіють, їм важко ходити, у них погіршується пам'ять та розумові здібності. Але мешканці далеких островів були активні та життєрадісні. І про більшість хвороб, поширених у нас, навіть не чули. Журналіст не міг поїхати, так і не розкривши загадки деймничого острова. А відповідь на складне запитання знайшов у звичайній склянці води. Джерела на двох сусідніх островах, Токоносіма і Окінава, містили білі корали. Вода, що проходила через них, природно збагачувалася киснем та кальцієм і ставала структурованою. Іншої прісної води тут не було. Люди пили тільки цю, з коралових джерел. Марія Тимофіївна почала пити коралову воду нещодавно, коли лікарі виявили у неї страшну недугу. У 82 роки до цілої купи її хвороб додалася ще одна – хвороба Паркінсона. У літньої жінки почали тримкіти руки та голова. Вона ледь утримувала рівну вагу, важко ходила. До того ж, торбувало серце та частий головний бік. Марія Тимофіївна уже і не сподівалася у такому віці почуватися краще, а тим паче позбутися невилікованої хвороби Паркінсона. Фатіна Степанівна багато разів бачила, як коралова вода допомагає людям. Вона була впевнена, що це биво допоможе Марії Тимофіївні точно так, як вже допомогло її матері в подібній ситуації. У неї були постійні падіння, постійно вона травмувалась, ну, багато було проблем. І вот, коли я почала предлагати, говорю, мама, ти дожна пить воду, вот эту воду ти дожна пить. Вот, она не понимала, що эту воду пить. Она говорит, я п'ю молоко, я там п'ю сок, я люблю п'ять чай. Вот чай я люблю п'ять. Говорю, мама, чай – це не вода. Она говорит, ну я ж його делаю на воді. Я говорю, я тебя понимаю. Говорю, ну начни п'ять воду. Лікарка стверджує, що 80% захворювань людина отримує разом із водою. Саме цим вона пояснює те, що люди часом бояться її пити. Краще вже сік, компот або чай. Так вони обдурюють свої смакові рецептори, але не можуть ввести в оману організм, який потребує саме води. Вот почему, допустим, в кораллових рифах живе великое количество жизней. Потому что там именно эта реакция и образуется большое количество кислорода. А там, где есть кислород, происходит дыхание. З пакетика такого порошку можно выготовить півтора літра цілющої живой воды. Тепер за тисячі миль від двох казкових островів люди намагаються наслідувати їхніх мешканців і теж бути здоровыми. Марія Тимофеївна впевнено стала на ноги. Порятувала жива вода. Тому чоловік може і має піти воду однозначно сьогодні. Об цьому говорить весь мир. Об цьому говорять наші дорогі врачи, які, в общем-то, мають научити людей просто піти воду. Тобто вода має бути правильна, вона має бути биологічно доступна, вона має бути жива, структурирована, з хорошей пам'ятью. Ідеальний варіант – це то, о чому ми говорили з вами. Дякую, дуже трогательно. Дякую. Ну, первое, що хотілося б сказати, ви знаєте, дорогі друзі, от ви виділи взрослого чоловіка. Це моя мама. Йей 82 роки. Вона умерла, прожив ще 10 років. У неї втогі образовався горб. В 90 років, де-то 89 років, образовався горб в області шеї, грудного отдела. ми початку, і ми почали, має бути, ділявати ще плюс біоламу. Щоб ви розуміли, наскільки нам кажуть, що бади – це, якби, ну так, може бути, не дуже, или чуть-чуть так вот после двух месяцев я и разделила в два приема 30 миллилитров она пила 15 и 15 не 30 и на маханька была у нее метр сорок рост был уже вот она через два месяца выровняла спину и бросила палочку и у нее до конца ее моментов до последнего дня я всегда горела гримом вытащи руку вперед она вытянет ее а ручка у нее не дрожит и голова у нее не трясется одно время был такой вот тремор вот она вот так вот было конечно это было очень сложно это был огромный набор аминокислот огромный набор аминокислот это то что ей помогало я то что вливала то что и давала вот это как бы вот такая была серьезная результативная работа далее я слушаю тебя да ну и что еще хочу сказать галина петровна но наверное вот для меня как для психиатра вот я смотрю на вас и конечно я понимаю насколько мощно работают продукты потому что ну вот вы можете захотите сказать сколько вам лет но я знаю что там два года назад вы освоили айпад да то есть это очень непростой как бы механизм этот вы научились делать огромные конференции создавать в интернете то есть вы очень быстро переключились то есть сейчас молодежь далеко не вся готова и может так быстро осваивать вот эти интернет технологии новую информацию какую-то то есть вы сохраняете огромную пластичность мозга скажите сколько лет вы уже пьете бады каком количестве скажу лиля я сейчас вам даже покажу настюша будь добра зайди пью я бады 18 лет принеси мои две упаковки бады которые на столе внизу это первое в коралловом клубе я практически 16 17 год и я бады пью много в разное время пилот когда больше когда меньше сейчас я пью много я прекрасно понимаю вы слышали у мамы болеть паркинсона а лили это знает что это такое это есть определенные элементы наследственности так ведь поэтому мне нужно делать все чтобы как можно дальше уйти я всегда четко себя пытаюсь понять и разобраться тем более есть моменты когда усугубляется другими состояниями вот мне настюша принесла мои две баночки вот я вам покажу какие они у меня вот две вот здесь омега жир печени лакс макс каурин второе с другой стороны это же коробка двойная здесь у меня фолиевая кислота селен грифония цинк ли черного ореха вот они следующая и другая вот вы видите я постоянно дополняю их приезжаю а вот вы часто видите вот я выставляла настенька мне помогала инстаграме какое количество я взяла продукта и говорю а кто берет еще столько вот здесь опять видите лицетин омега затем элькарнитин магний а методы куэнзим то есть вот это то что вот некоторые пустые надо просто дополнить просто сегодня только приехала вы знаете если вы не будете этим кормить если вы не будете это давать себе и своему мозгу ребят пройдет время это что у вас находится здесь она поглотит вас просто поглотит я прекрасно понимаю как важно мне мои 70 лет мне 71 год и мне не очень хотелось бы верить в это буду говорить прямо в душе я чувствую себя достаточно молодой моложавой и я понимаю могу себя оценивать со стороны но время неизбежно и время идет вперед хочу я этого или не хочу у меня маленькая внучка у меня цели большие но цели я ставила себе мне было 48 лет я уже себе поставила цель я не могла ее сделать позже я понимала что я иду к пенсии и я иду к старости я знаю 70 лет это начало старости я не могу себе позволить и хотеть быть в ряду бабушек я не могу это себе представить я каждый день могу могу только работать вникать я планирую бегаю время от времени обливаюсь холодной водой одеваю купальник выхожу на улицу на свой дом то есть я это делаю не для кого я делаю это для себя потому что если я это не сделаю за меня никто не сделает я постоянно пью лицетин омегу аминокислоты всю зеленку пью то есть спирулина люцерна обязательно пью обязательно пью какие-нибудь не пробиотики пребиотики потому что организм взрослый организм он работает уже по-другому уже компенсация другая поэтому мне приходится кушать очень много и двигаться много я очень много стараюсь читать до память это такая вещь которая требует постоянной тренировки поэтому я есть возможность я захожу на курсы есть возможность я слушаю лекции я постоянно записываю мне огромное количество записных книжек тетрадей почему потому что это меня структурирует но без вот этого я вспоминаю я взяла лиля посчитала сколько за один прием я кушаю бадов минимум тридцать пять сорок вот тридцать пять сорок два лицетина две омеги л-карнитин плюс аминок плюс спирулина плюс селен плюс цинк плюс фолиевая кислота не то есть вот как бы вот чтобы вы понимали обязательно поэтому ну по-другому быть не может и если это мы не будем давать я сейчас была на курсах дадали сейчас он заканчивать сейчас тестирование у нас будет некоторые уже сдали ребята ребят вы не представляете какое количество пьет этот взрослый человек биологически активных добавок и он по сути это же он дает интервью нашей анастасии которая очень непросто было у него взять это интервью он мгновенно у него магнетический ум мгновенная ориентация сложное запоминание он сам доктор химических наук биохимию хорошо знает огромное количество других науках он один из лучших тех людей которые занимаются именно нашими биологически активными добавками и он говорит на одном из вопрос и ответы он готов даже не представляете сколько я пью много это большую жменю вот так вот показал свою ладошку не говорит чтобы мой мозг был таким я должен съедать это минимум один два раза в день так это взрослый человек ему далеко за 80 великолепно мыслящий поэтому другого нет сегодня всем кто в этом зале не раздумываем мгновенно я даже вот понимаете вы должны понять вот вы пришли сюда эту лекцию никто не планировал это я ее запланировала то есть мне нужно было потому что мы все собираемся в это время вам круто повезло что у нас есть профессионал лиля козарезова которая может это четко увязать и показать но чтобы мы все пришли сюда я делаю планы я составляю планирование я программирую это я разговариваю с людьми я договариваюсь за меня никто эту работу не делает поэтому берегите своих близких и берегите материал который дает лиля я ли я в восторге от того от той информации я же ее слушаю раз четыре раза уже и они все время разные а сейчас ты подобрала я в шоке была от того что ну я знаю я видела у меня мама такая и каждый раз я понимаю какая-то страшная вещь быть обузой на своих близких поэтому все лилечка спасибо галина петровна поэтому я думаю что всем стало очевидно как нужно кормить родителей надо это давать детям но и кто хочет заниматься быть успешным бизнесе потому это просто надо очень много потому что в каком бы бизнесе вы не были где бы вы не не хотели быть успешными первым делом это должен быть мозг в ресурсе ко мне сейчас очень много людей приходят с паническими атаками с тревогами то есть это связано с тем что жизнь какая-то непредсказуемая что пугают всех вирусом но опять-таки если мозг в ресурсе он очень адекватно воспринимает информацию и прежде чем разговаривать психологами или что-то пытаться от мозга от своего получить сначала его первую очередь напоить накормить промыть а потом уже с него и дело спрашивать потому на этой позитивной ноте я хочу поблагодарить за то что вы провели этот сочельнический вечер с единой мышленниками я уверена что вы что-то узнали для себя важное я даже думаю что может для кого-то этот вечер станет поворотным спасибо всем большое обнимаю с рождеством наступающим лилечка спасибо огромное спасибо огромное за участие и потрясающая сегодня была лекция вот как будто так и надо благодарите сегодня праздник кто поделился своими историями очень спасибо большое потому что это самое ценное с праздником благодарим вас алина петровна чтобы организовали и лилечку за то что она так хорошо выступила профессионал это было это было 14 лет назад с праздником вас всех ребята счастья здоровья рождественских праздников завтра у нас выходной не будем встречаться я хочу чтобы все были счастливы и мы с вами готовим наш максимум я потом вам скажу пятницу мы соберемся все мастера спасибо вам всем лиля еще раз тебе спасибо большое за такое замечательное информационное поле просто это поле спасибо тебе за замышления за выводы за все удачи вам ребят спасибо 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 с праздником всех хорошего вечера всем спасибо тебе всего лилечка уходим